С одной стороны, для бездетных пар это единственный способ обзавестись родными детишками, а с другой, а каково матери, которая выносила в себе ребенка отдавать его в чужую семью. Рвется кровная связь, зато мамаша получает оговоренную мзду, что важнее. Сегодня мы попросили высказать свою позицию в этой связи нашего комментатора, священника отца Павла Конькова. С точки зрения социальной концепции русско-православной церкви, суррогатное материнство является однозначным грехом. Ни в коем разе, ни с этической точки зрения, ни с нравственной, ни с религиозной, нельзя отдавать своего ребенка, потому что Господь дает жизнь, и Господь дает ответственность за жизнь других людей. Грех также ложится на тех людей, которые уговаривают мать, донора мать, выносить их ребенка. Потому что с точки зрения этики, получается, что эти родители, да, в биологическом аспекте действительно они являются родителями, но в нравственном аспекте они отнимают ребенка у родной матери, которая выносила, которая питала ребенка в внутриутробный период его жизни, и которая психологически привязана к нему. Также нельзя выпускать из виду то, что среди матерей, которые отдают свое чадо, которые вынашивают свое чадо для других людей, очень большой процент суицида. Женщины не справляются психологически с тем, что они отдают, привязываются к ребенку, к своему, и отдают свое дитя. Надо добавить, что в большинстве стран мира суррогатное материнство запрещено законодательно. Во Франции и Германии за подобные операции врачей-посредников привлекают к уголовной ответственности. В Австрии, Норвегии, Швеции, а также в некоторых штатах США за решетку могут попасть как генетические родители, так и суррогатная мать. В других странах, например, Великобритании разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство.